Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В Самаре продолжают наводить чистоту и порядок. Перечень приоритетных работ обсудили на еженедельном совещании с первым заместителем главы города Владимиром Василенко. 46 территорий в этом году благоустроят в Самаре по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Какие работы уже ведут и как обновят двор 147-го дома по Московскому шоссе. Дорога к победе. Автопробег с таким названием встретили в Самарской области. Его участники проехали уже более 9 тысяч километров. Их имена, профессионализм и бескорыстная отдача собственному делу запомнятся навсегда. Столица региона почтили память ушедших журналистов. Более 22 тысяч площадок в 45 странах мира. 27 апреля жители Самарской области напишут диктант победы. В Самаре завершается месячник по благоустройству. Среди приоритетных задач уборка мусора, очистка газонов, мойка дорог и посадка цветников. Также с начала зимы агрономы выращивают в теплицах петунии, бегонии, тагетисы и другие растения. По поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко, городским службам необходимо успеть украсить как можно больше парков и скверов к началу майских праздников. Акцент на те, где будут проходить акции памяти. О том, как преобразится город, расскажет Ксения Баканова. Елена Озерская убирает территорию города уже более 25 лет. Сегодня красит бордюры. Использует не обычную известь, а специальную автодорожную эмаль. У такого покрытия много преимуществ. Оно легко наносится, устойчиво к истиранию, а главное – хорошо отражает свет. Ночью черно-белые бордюры сразу привлекают внимание автомобилистов, помогают ориентироваться во время движения. Они выделяются на дороге. Если машина едет ночью, она сразу отсвечивает. В туман, она тоже отсвечивает. И она видна, что ширина дорога какая. Убираем город, частоту наводим в городе. Нам дошло, нам приятно. Когда люди проходят, и у них все чисто. Для города стараемся. На завершающей неделе месячника по благоустройству еще немало актуальных сезонных работ. Сотрудники муниципальных предприятий и других организаций, подрядчики совместно с жителями города продолжают наводить чистоту и порядок, заниматься озеленением. Перечень приоритетных работ обсудили на еженедельном совещании с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко. Высадка цветочных растений в открытый грунт началась на этой неделе. Сегодня наполняли цветники на улице Молодогвардейской, у здания Самарской губернской думы, и возле фонтана в честь 30-летия Победы. В рамках подготовки к майским праздникам, большая часть работ по высадке однолетних цветочных растений будет выполнена до 1 мая. Оставшиеся – до 9 мая. Все мы запланировали на этот период высадить порядка 6600 квадратных метров цветников. Из них примерно половина – это ремонт строительных хоз на скверах, бульварах, городского круга Самары. То есть основные – это аллеи юных пионеров, как к Первомайскому, скверы, которые посвящены Победе. Это сквер Победы, сквер Устинова и так далее. Набережные реки Волги, как основной объект. Ну и парки Победы, парки 50-лет Волгой СМ. С полным объемом задач по цветочному оформлению городских объектов намерены справиться до конца июня. Общая площадь цветников только с однолетними растениями составит около 30 тысяч квадратных метров, а с учетом многолетних – порядка 38 тысяч. Кроме того, на территориях скверов и на транспортных развязках в преддверии Дня Победы традиционно появится 18 искусственных топиарных тематических фигур. Их оформят в виде георгиевских ленточек. Такое преображение пойдет городу на пользу, уверены самарцы. Когда вокруг все украшено, цветет и благоухает, и настроение поднимается, и душа радуется. Есть такое выражение, как бытие определяет сознание. И мы хотим здесь жить, в красивом городе, чтобы все это было красиво. От этого настроение повышается, добрые дела люди совершают все-таки в красивых, хороших условиях. Цветы – это радость какая-то дает, что-то удивление. А это что, без цветов тоже нельзя. И настроение, и все хорошо. У нас вообще Самара – город-курорт. И туристов много, и жители хотят видеть красоту вокруг. Конечно, это важно для любого города. Особенно, когда вокруг все серо, а цветы всегда яркие. Также в городе продолжается мойка дорог. Работают и вакуумно-подметальные машины. Повышенное внимание уделяется приладковой части, где скапливается больше всего пыли и грязи. Производится ремонт уличной дорожной сети. Помимо этого, подрядные организации уже восстанавливают разметку согласно гарантийным обязательствам. Ксения Баканова, Сергей Баскин, Петр Поломеев. События. Внимательнее относиться к лесным участкам на своих территориях. Такое поручение главам внутригородских районов дал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Это связано с тем, что за последний месяц было мало осадков, и в случае появления в лесу или поле открытого огня есть риск его быстрого распространения. Напомним, что в городе с 1 апреля до 31 октября действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи в не специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, при усадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. В первую очередь предостережение относится к Кировскому, Красноглинскому и Куйбышевскому районам, на территории которых много лесных массивов и соседствующих с ними частных домов и дачных участков. Давайте мы все же по полу травы сухой будем относиться очень серьезно, потому что это на грани беды, которая потом может вырасти в неконтролируемую ситуацию. Обращаю внимание и усилить эту работу с точки зрения профилактики и патрулирования. Самарские дворы преображаются по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в городе будет благоустроено 46 территорий. Шесть из них находятся в промышленном районе. Какие работы сейчас ведутся во дворе 147-го дома по Московскому шоссе и что там хотят видеть жители в нашем сюжете. Сейчас здесь раздаются звуки строительной техники, но уже к концу лета их сменит детский смех. Двор 147-го дома по Московскому шоссе благоустраивает в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». В промышленном районе, как и в принципе на всей территории Самарской области, реализуется несколько программ по благоустройству дворовых территорий. Это, конечно, программа «Комфортная городская среда», в рамках которой у нас будет благоустроено шесть дворовых территорий. К работам приступили на всех шести территориях. По контракту срок окончания работы 31 октября. Ольга Ватякова живет в 147-м доме со дней его постройки более 40 лет. Рассказывает, когда-то здесь была детская площадка, но она давно пришла в негодность. А жители за эти годы сплотились. Вместе выходят на субботники, сажают во дворе цветы. Теперь решили благоустроить территорию и приняли участие в программе формирования комфортной городской среды. Разногласий по проекту не было, учли интересы всех. По периметру дома и снаружи и во дворе появятся тротуары. Кроме того, предусмотрена прогулочная зона, детская игровая площадка и площадка для воркаута. Больше всего я хотела воркаут. Для чего? Сейчас объясню. Воркаут у нас идет не для малышей. Потому что для малышей у нас есть где 151-й дом. А здесь специально задумали воркаут для подростков. Чтобы им было куда себя применить. У нас многие мальчики занимаются спортом. И, глядишь, к ним начнут другие подтягиваться. Работы в этом дворе уже идут. Сейчас готовится основание под детскую площадку. Потом установит игровой комплекс, балансир, качели. После чего будет уложено прорезиненное покрытие толщиной в 5 сантиметров. Активные жители выходят, консультируются, спрашивают, советуют что-то, просят о каких-то моментах. Мы всегда идем на диалог, всегда прислушиваемся. И все, что в наших силах, мы готовы помочь им, естественно, и согласовать им все моменты. Так как это их двор, им тут жить и наслаждаться данной красотой. В Самаре в этом году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 46 дворов. В промышленном районе преобразятся 6 территорий по адресам. Улица Старозагора 84А, улица Физкультурная 98, Московское шоссе 147, улица Победы 97, 97А, 97Б, проспект Карла Маркса 280 и Нововокзальная 138. Напомним, привести в порядок можно как дворы по заявке жителей, так и общественные пространства путем голосования. В этом году самарцы выбирают территории, которые преобразятся в 24-м. Оставить свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру до конца мая. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В Самаре прошел городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Подробности в сюжете Галины Топилиной. С началом весенне-летнего сезона растет число велосипедистов и тех, кто использует средства индивидуальной мобильности. Как правило, именно в этот период сотрудники ГИБДД фиксируют рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Только за последние три месяца произошло 32 ДТП, в которых пострадали дети. Напомнить подрастающему поколению о правилах безопасности на дорогах в игровой форме решили сотрудники госавтоинспекции. На территории автогородка, расположенного в парке Гагарина, прошел городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие имеет достаточно стойкий эффект, потому что когда начинаются безопасные колеса в образовательных учреждениях, уровень детского травматизма у нас снижается. Ученик 132-й Самарской школы Егор Дмитриев вместе с командой настроен на победу. Ребята выиграли отборочный этап конкурса и теперь представляют Ленинский район на уровне города. На велосипеде Егор катается с пяти лет. Рассказывает, что это его любимое занятие в свободное от учебы время. Там надо будет проехать препятствия и пройти медицину и знать ПДД. Конкурс проводился в несколько этапов. Проверка знаний правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи при ДТП. После этого участники продемонстрировали навыки фигурного управления велосипедом через полосу препятствий. Программу завершил творческий конкурс. Это ежегодное мероприятие. В этот год с каждым годом количество участниц команд увеличивается, что очень отрадно. В этот год принимает участие более 115 команд. По результатам всех испытаний жюри определило троих победителей. Их ждут кубки, медали и памятные призы. Команда, занявшая первое место, в мае выступит на областном этапе конкурса. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работы сейчас ведутся в двух зонах. В районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и в историческом центре. По информации регионального управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. После завершения строительства и ввода «Театральной» в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Город с метро – это совсем другой город. А какие преимущества, как вы думаете, появятся? У человека. Ну, боже мой, он свободный, он куда захотел туда приехал и будет приезжать к нам на спектакль, даже если живет в отдаленном районе. Это очень-очень важно. В столице региона пройдет пресс-конференция, посвященная международному фестивалю антифашистской песни «Гитары в строю». В ней примет участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идея фестиваля, который состоится под лозунгом «Они не пройдут», заключается в необходимости международной солидарности в борьбе с проявлением фашизма. Фестиваль посвящен 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками под Сталинградом и на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны. В Самаре возможны кратковременные отключения холодной воды 27 и 28 апреля. 27 апреля в Красногнинском районе будут проводить аварийные работы на водопроводных сетях. Для этого временно будет подключен водовод диаметром 700 мм, проходящий по Московскому шоссе. Работы начнутся в 10 утра и завершатся в 6 утра 28 апреля. На время ремонта холодное водоснабжение будет отключено в поселке Мехзавод, микрорайонах Крутые ключи, Кошелев парк и ЖК Новая Самара. Жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд. Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой. Почти 28% россиян считают 30-50 тысяч рублей достаточной суммой для отпуска. Опрос был проведен крупным онлайн-сервисом для организации путешествий. Чуть более 15% планируют бюджет отдыха в размере 50-80 тысяч рублей, 12,2% — 80-100 тысяч рублей, а 21% собираются израсходовать более 100 тысяч рублей. Подойти максимально экономно к своему отпуску планируют менее четверти россиян. 13,3% рассчитывают потратить 20-30 тысяч рублей и 10% предполагают уложиться в сумму не более 20 тысяч рублей. В Самарской области в этом году планируют капитально отремонтировать 159 километров инженерных сетей. Работа по созданию и улучшению условий жизни для людей правительство России ведет во всех регионах страны. Развитие дорожной сети и сокращение логистических издержек — еще одно из приоритетных направлений. Общий размер финансирования пятилетнего плана дорожной деятельности составляет почти 13 триллионов рублей. Регионы получат около 140 миллиардов рублей казначейских кредитов на обновление дорог и 50 миллиардов рублей казначейских кредитов на обновление общественного транспорта. Жители Самарской области смогут написать диктант победы 27 апреля. Патриотический тест пройдет в стране уже в пятый раз. В России из 45 странах мира откроется более 22 тысяч площадок. Диктант напишут в Дербенской крепости, на плавучей атомной теплоэлектростанции и даже на высоте 10 тысяч метров пассажиры авиакомпании «Ямала». В Самаре тоже готовят площадки для тестирования. Их проверил координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов. Подробности в сюжете. 20 вопросов о Великой Отечественной войне и 5 о родном крае. 27 апреля жители Самарской области напишут диктант победы. Для этого приготовили 1028 площадок в регионе. Они смогут принять более 45 тысяч участников тестирования. Самарская область у нас всегда была в лидерах по проведению диктанта и по количеству участников, и по количеству площадок. В этом году мы также в лидерах, и поэтому количество участников, количество площадок у нас только увеличивается. Впервые диктант пройдет в Самарском доме молодежи, здании ретро-почты, этнопарке, дружбы народов и в нескольких корпусах педагогического университета. Сам диктант важен как такое событие в сфере, но потом мы еще обязательно договорились, что и разберем задания, и посмотрим, возможно, фильмы, или попоем песни. То есть это будет такое большое образовательное в том числе событие для студентов, для преподавателей и вообще для всей жизни нашего университета. В Самаре в Троице-Сергиевом храме прошло богослужение в память об ушедших журналистах. Согласно традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России, на службу пришли сотрудники редакции, телекомпаний, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. Тему продолжит Александра Гусева. Представители журналистского сообщества вновь собрались вместе на Радоницу, чтобы опочтить память ушедших коллег. Основоположниками этой традиции стало Самарское областное отделение Союза журналистов России и Архимандрит Георгий. В этом году встреча прошла в 27-й раз. Как-то мы задумали, что действительно, когда мы начинали в 96-м году, в списке не было даже и 100 человек. А теперь, вы видите, этот список уже у нас перешагнул через цифру 500. Для нас это, конечно, всегда большая потея, когда уходят коллеги. Но, как знаете, говорят, слезы на лице высохнут, а вот память, она остается. Вот память о них в наших сердцах. На сегодняшний день в скорбном списке областного союза журналистов 517 имен. Каждый из перечисленных – профессионал своего дела, оставивший след в душе своего слушателя, читателя или зрителя. За последний год члены журналистского сообщества простились с 13-ю коллегами. В их числе Владислав Князев, Евгений Шестун, супруги Сергея Валентина Сематовой, Ольга Гальчинская, Людмила Яркая и другие. Люди постепенно уходят, поколение смеяет поколение. И ты понимаешь, что рано или поздно ты сам окажешься по ту сторону, такое продолжение. И вот эти вот наши коллеги, наши друзья, я думаю, что они нас слышат и видят, и нам помогают, и ждут от нас доброго слова. Профессионалы журналистского дела не уходят бесследно. Они продолжают жить в сердцах своей аудитории, коллег и, конечно же, родных. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Дорога к победе. Автопробег под таким названием встретили в Самарской области. Его участники – ветераны войск правопорядка из Приморской ассоциации «Братства Краповых Беретов» и Краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн». Они преодолели уже более 9 тысяч километров. Тему продолжат наши корреспонденты. Они посетили уже 22 региона страны и более 25 городов. Цель акции «Дорога к победе» – передать бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и росгвардейцам автомобили, приобретенные на средства жителей Приморского края. Автоколонна везет гуманитарную помощь детям Донбасса. Еще одна цель «Дороги к победе» – передать икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александр-Невской лауре. Несколько раз уже отвозили гуманитарку туда. У меня это уже не первое. К идее пригласили ветеранов морской пехоты и совместно приобрели на средства наших граждан Приморского края автомобили и выдвинулись непосредственно в Луганск, Донецк. По пути следования заезжаем в города, проводим уроки мужества, посещаем памятники, возлагаем цветы. Маршрут автопробега прошел через Тольятти. Его участников встретили росгвардейцы. Вместе с ветеранами они возложили цветы к мемориалу в местном парке Победы и побывали в школе номер 14, которая носит имя кавалера Ордена Мужества Ивана Ханипова. Мы очень рады их приветствовать здесь. Мы подготовились, организовали проведение возложения и проведение уроков мужества для того, чтобы те защитники Отечества, которые 20-30 лет отслужили, все являются ветеранами боевых действий, помнят и знают историю, рассказывали нашему молодому поколению, что сейчас происходит, что происходило раньше. Автопробег дорога к Победе не последний, как и сбор гуманитарной помощи. Кроме одежды, обуви, товаров первой необходимости, на Донбасс отправляют письма, рисунки и посылки для бойцов Росгвардии и сотрудников морской пехоты. Ольга Павлова, События. Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях. Волейболисты «Новы» сохранили место в Суперлиге на следующий сезон, а самарские теннисистки готовятся к матчам крупного турнира в Мадриде. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Волейболисты «Новы» завершили первый круг утешительного турнира за 13-16 места в Суперлиге. Новокуйбышевцы проиграли «Нефтянику» из Оренбурга и «Югреса Матлор» из Нижневартовска, но выиграли у «Минского строителя», благодаря чему обеспечили себе место в элите российского волейбола на следующий год, ведь на последнее место команда уже не опустится. Еще три игры «Новокуйбышевцы» против этих же соперников проведут с 5 по 7 мая в Оренбурге. Состоялась жеребьевка грунтового теннисного турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Уже во втором раунде между собой могут встретиться две уроженки Самарской области. Дарья Касаткина начнет турнир сразу со второго круга, поскольку имеет восьмой номер посева. Играть ей предстоит против победителя матча между уроженкой Самары Анастасией Павлюченковой и представительницей Андоры Викторией Хеменес-Косинцевой. В Казани в бассейне Дворца водных видов спорта прошел открытый чемпионат России по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 650 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Южной Осетии, Нигерии, Сирии и Таджикистана. Спортсмен из Самарской области Александр Кудашев завоевал золото на дистанции 200 метров бутерфляем. Он финишировал первым с результатом 1 минуты 55,68 секунды. Во Владикавказе проходит чемпионат России по фехтованию. В турнире участвуют более 500 спортсменов из 30 регионов страны. Раперист из Самарской области Кирилл Бородачев занял второе место, уступив решающим поединке победителю турнира Владиславу Журавлеву из Башкортостана со счетом 14-15. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация городского округа Самара в своем телеграм-канале информирует жителей и гостей областного центра о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. На территории города действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. 25 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая ежегодно объединяет миллионы людей, напоминает в телеграм-канале Октябрьского района. Георгиевская ленточка – это символ воинской славы, которые носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей Великой Отечественной войны. Октябрьский район также принял участие в акции. На площади героев 21-й армии юнормейцы 16-й Самарской школы раздавали жителям Георгиевские ленты. В школе 148 прошли соревнования «Моя семья – спортивная семья», сообщают в телеграм-канале Ленинского района. В районном этапе с завидным энтузиазмом приняли участие 16 семейных команд. Призеры и победители награждены дипломами и призами, а участники – памятными сувенирами. По итогам районного этапа семья Щежиных и семья Калиновских примут участие в городских соревнованиях, которые пройдут 13 мая во Дворце Легкой Атлетики на улице Физкультурная, 101. В телеграм-канале Департамента опеки попечительство и социальной поддержки напоминают. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семьи с детьми «Опека Самара» предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, которые являются инвалидами. По вопросам выплаты можно обратиться по адресу улица Некрасовская, 63, 3-й этаж, 3-й кабинет или позвонить по телефону 340-08-47. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok